Вместе они уже больше 20 лет. Офицер Росгвардии майор Кирилл Субботин и его супруга Елена, что такое любовь, семья и верность, знают не понаслышке. Даже венчались три года назад именно в эту дату. 8 июля в православный праздник святых Петра и Февронии. Они прошли огонь и воду, всегда рядом, помогая и поддерживая друг друга. Кирилл военный летчик, командир экипажа Ми-8 Ростовского авиационного полка. Работа тяжелая и отнимает много времени, но от этого лишь радость не возвращаться к семье. Совмещать работу с семьей очень тяжело. С другой стороны, всегда хочется вернуться домой. Это да, конечно. Всегда бежишь с работой, всегда спешишь, быстрей бы. Потому что ты знаешь, что тебя ждут, знаешь, что тебя кто-то встречает. Это радостный момент. А встречает офицера после службы целых пять человек. Супруга, две старшие дочери, Настя и Оля, сын Ростислав и годовалая малютка Ксения. Большая семья – это и большая ответственность. Стать отцом – это еще не просто. Надо быть отцом еще. Самое главное. Поэтому иногда приходят за советом очень много ребят. Каждый раз у нас происходит мероприятие в коллективе по факту рождения ребенка. Вот мы это дело празднуем. Все собираем на пеленки, на все и поздравляем всем коллективом. Пока Кирилл защищает родину, Елена хранит домашний очаг. Одной дома с четырьмя детьми бывает сложно, но любовь все же вечный источник сил. Работа сложная, да, но я выбрала его, он выбрал меня. Я знала, кем он будет, я знала, что ждет впереди. Я знала, что вертолетчикопрофессия – это нелегкая. Я знала, что и командировки будут, и наряды будут, и отъезды, и приезды. Я верила, я ждала. Детки маленькие были на руках, квартиры съемные были. Все у нас было тяжело, но мы это все пережили. С любовью и трепетом переживают разлуку, связанную с тяжелой работой отца и члены этой московской семьи. Дорогие, я дома. Офицер дивизии Дзержинского, подполковник Росгвардии Валерий Слебек, за будущей супругой, тогда еще 16-летней девчонкой, приезжал на мотоцикле. Буквально задаривал шоколадом и французскими духами. На каникулы из Саратовского военного института с одним лишь букетом мчался к любимой в Москву. Сейчас они уже много лет вместе. Оксана с гордостью носит фамилию мужа, а их семья успела пополниться четырьмя детьми. Скорее всего, мне кажется, наш облот, наша семья, наш папа, который хранит вот этот дух семьи, мне кажется, на нем все это держится. И стараемся за всех сил друг о друге заботиться. Заботиться, хранять, беречь друг друга. И, конечно, самое главное, концепция вообще семьи, любой семьи, это любовь. И муж с супругой не спорит. Никакого секрета крепкой семьи, кроме любви, человечество, пожалуй, и правда не придумало. Прежде всего, конечно, отношения с женой, это любовь в семье. Конечно же, дети, не один, как у меня четверо. Это уже, конечно, залог крепкой, дружной такой семьи, какая у меня есть. День любви, семьи и верности становится одним из самых любимых, ожидаемых и почитаемых праздников в России. Патриарх московский всея Руси Кирилл в День памяти святых Петра и Февроньи провел торжественную божественную литургию в Свято-Рождественском монастыре. Наша особая молитва была к святым преподобным князьям о том, чтобы любовь, которая связывала их до гроба, и которая даже не разлучила их во гробе, чтобы эта любовь продолжала оставаться идеалом современного молодого человека. Дружные семьи со всей страны устраивали праздничные шествия. Здесь и пары, кто вместе лишь пару лет, и те, кто бок о бок провели без малого всю жизнь. Сколько лет вы уже вместе? 54 года. Самое главное, конечно, любовь, верность, дружба, кто-нибудь в помощь. Несколько десятков пар по всей стране официально узаконили свои отношения, неспроста выбрав именно этот день, День любви, семьи и верности, как залог того, что их семейная жизнь обязательно будет счастливой. Варвара Невская, Татьяна Клевча, Вести.